Я, наверное, последний раз слепила снеговика лет пятнадцать назад. Спасибо, Атака! Я сейчас как разозлюсь. А-а-а! Ну всё, малявки! Малявка, берегись! Берегись! Только не поди, а-а-а! Прорубь! Эй! Ты что, обалдели, что ли? Совсем же страх потеряли. Эй! Убегай их! Убегай их! Убегай их! В засаду. А-а-а! Сейчас двенадцать часов ночи, и я готовлю шарлотку, чтобы утром быть свободной и не готовить никому завтрак. Какой он хулиган, его даже себе не представляет. Он вообще не даётся на руки, царапается, кусается. Видите, сразу... Ай! Ну ты чё? Он вообще дикий кот. Он только к папе идёт. Никому больше. И только с папой мурлычет. А кто его гладит? Представляете? Он... Ты чокнутый кот! Вот, посмотрите, какая красивая шарлотка получилась. Я сверху немного припудрила её сахарной пудрой. Доброе утро! Сегодня Кариму на бента ланч. Вон курица, салатик и котлетки разные. Сегодня на улице град. Сара никогда не видела, как падает град. И он такой приколный, такие шарики маленькие-маленькие, да? Нравится мне заваривать по утрам этот кофе японский. Очень вкусный. Знаете, внутри вот такой пакетик. Как бы он сначала вот так идёт. Его нужно разорвать. Вот, вы когда его разрываете, внутри молотый кофе. Очень вкусно пахнет, прям ароматный. По бокам вот такие крепления для стакана. Вот сюда начинаете заливать кипяток. В общем, получается очень вкусный, натуральный кофе. В этот кофе я добавляю коллаген, аминоколлаген, который можно добавлять в горячие, в холодные напитки, в супы, везде. Там внутри специальная мерная ложечка 16 грамм, то есть 15 грамм. В общем, я высыпаю вот так в чашечку. Он растворяется сразу. Не противно, чуть-чуть запах присутствует коллагена. Вот, как обычно кто пробовал в таких бутылочках стеклянных. А так он очень приятный, можно пить спокойно. Затем я выпиваю по капсуле 3 раза в день плаценты и коллагена. И 2 капсулы клюквы с витамином С. Витамин С очень хорошо принимать с коллагеном, так как коллаген усваивается лучше с витамином С. Я знаю, многие против коллагена, плаценты и так далее. Типа там организм должен собственный коллаген вырабатывать. Я пропиваю это курсом примерно раз в полгода. Бывает даже реже. Ничего в этом плохого не вижу. Японцы здесь его пьют чуть ли не с 20 лет. Начинают употреблять. Плюс еще они едят все такие продукты, которые содержат коллаген. Вот это все слизистое и водоросли. Во-первых, это полезно для кожи лица, для волос, для ногтей. Плюс еще очень полезно для суставов. Вот у кого проблемы с суставами, для профилактики. Японцы не дураки, не будьте попало тут стюхивать своим жителям. Я сейчас приехала за Софией в школу. Вместе с Сарой. Я надела куртку опять же мамину. Потому что я с собой взяла такое все, знаете, чересчур гламурное для этого места, что ли, где мама с папой живут. Они здесь живут в деревушке, особо никто не выпендривает. Школа рядом, я говорила, полтора километра от дома. Утром они идут сами, вечером до трех они учатся, получается. И забираю после школы я ее всегда. Ну, то есть мама забирала, и я теперь забираю. Вот. Ну, и как вы поняли, я села за руль. И прикол в том, что у меня нет прав в Японии. И меня могут посадить. Да, я шучу. Посадить не могут, но предупреждение сделают, если хотя бы один раз остановят. Я покажу им наши права казахстанские, скажу, что вот же права. Они скажут, нет, такие нельзя здесь. Ой, я не знала, извините. И они меня отпустят. Ну, уже так сто раз просто все делали. Вот вообще никто не сигналит. Я сколько ей ешь, по-моему, я единственная, кто здесь сигналит. Я вижу, что по дороге идет девушка, она просто реально не понимает, где она идет. Она просто идет. И она не видит машину, она ничего не видит. Она просто идет. Вот так еду на нее, смотрю и думаю, ты что, сумасшедшая, что ли? И я вижу, что она меня не... Я уже подлежала ближе, ближе, ближе. Ближе она меня не видит. Я, конечно же, сигналю. Она такая стоит на меня, смотрит, типа, что? Ох, ничто, уйди с дороги. Это, по-моему, Софиного класса, девчонки, да? Видите, какие они прикольные, милые. София, мы же опаздываем. Ну, я знаю. Давай, быстрее, закрывай дверь. Ага, прощайся со своими девчонками. А она им говорит, а она наснимает в YouTube. Да, ты так сказала? Ага. Ну, все, поехали. А-а-а-а. Стесняется. София пошла на английский, а здесь как раз в этом здании, где английский у нее, магазин. Мы сейчас пойдем посмотрим, что там продают. Может быть, из еды что-нибудь. Сара вон вся в снегу. Традиционные японские сладости. Они их очень красиво упаковывают. Коробочки, там, бумагу специальную. Каждая сладость в своей упаковке отдельно. Это все жвачки. С ксилитолом. Это мое любимое желе из коньяку. Видите, написано коньяку. Нельзя его кушать маленьким детям и старичкам, потому что могут подавиться. Оно достаточно плотное. Если нет зубов, можно подавиться. Это персиковое. По вкусу оно, как обычное желе, только вкуснее в 150 раз. А это я уже пробовала персикового. А я в этот раз вот решила попробовать тоже из коньяку со вкусом кофе. Затем я купила свои любимые соевые бобы. Я их просто обожаю. Я без них жить не могу. Очень полезная штука. Очень вкусно. Так, мы отвезли Софию на теннис. И поехали в другой магазин теперь. Другой магазин. В Албис. Здесь должны быть сейчас скидки на вторые блюда. Там на курицу жареную, там креветки. Посмотрим, потому что завтра Кариму на бенто там готовить. Я уже, если честно, не знаю что. Вот видите, уже скидка на все. 20% в 30%. Целый стенд поделок. Это то, что сладости готовят из порошков. Японские сладости. Японские сладости. Какие хотите? Мы вот здесь покупаем их для видео разных, снимаем. Вот я хочу вот этот попробовать еще. Такой мы не брали. Это я купила тебе. Вот такой есть. Практически все мы купили уже. Но видео не снимали. Но половину мы даже еще не попробовали или не сняли. Суши, по-моему, мы тоже купили сладкие. Пойдем. Видишь, сколько всего здесь? Мама, оказывается, мы добавили сладкие. Где? Да, сняли. А, ну это потом мы с тобой купим. А так мы вот это снимали уже с тобой. Мороженое как делать. Мама, куплюсь. Да. Смотрите, самое интересное, что я нашла, это соки с ягодой асаи. Это очень полезная ягода. Я видела, на херп такие витамины продают. А здесь прям соки. Представляете? Я вот возьму попробовать себе. София делает домашнее задание. Как это называется? Сюди. Это нужно нарисовать слово или фразу, да, можно еще? Угу. Наверное, слово одно, да? Угу. Тут специальная бумага идет. Угу. Пахнут как-то. Да, странно. Это не чернила, наверное, что-то другое. Потому что запах такой интересный. Это как каллиграфия японская. Это мы учат, да? У вас такой урок есть и длинный? Да. Юмэ. Мечта. София болела на выходных. 39 температура была. Мы подозревали, что это у них вирус школьный. Энфренза, она заболела. Типа свиной грипп. И сегодня мы приехали в больницу. В детскую. Нам сказали 50 минут ждать. Мы ждем и пойдем. Сейчас буду ее проверять. Но сегодня ей легче. По-моему, даже сейчас уеденеть температуру. Кофейки дали градусник сразу поверить температуру. Сара. Девочка болеет? Не, не подходи. Подальше. Держи. Трикотями почти. Сиди, покажем. Покажи, покажи. Что это ты вдыхала? Я не знаю. Что-то, наверное, от кашля или от соплей. В общем, нас зашторили. В таком кабинетике, можно сказать. Здесь мультики. И мы вот сидим, ждем чего-то. Софии взяли мазок в горле или в носу. Сейчас будут определять, Энфренза у нее вирус или нет. Софии инфренза, ей выписали лекарства. И мы будем теперь ее лечить. Но сегодня ей легче уже. Если будет температура выше 37,5, то давайте вот эти лекарства. Здесь порошочки. И причем порошочки вкусные. Они апельсиновые либо клубничные. То есть дети без проблем их пьют. И если будет температура выше 38,5, то здесь уже свечи. В свечи нужно вставлять. Затем вот такой порошок. Ей нужно три раза в день пить клубничный. И вдыхать вот такое лекарство. Там сменные капсулы. Дыхать два раза в день. И все это дали абсолютно бесплатно. Потому что родители живут в таком районе, где детей лечат бесплатно абсолютно. Очень здорово. Будем лечить Софийку. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok